да это мой секрет я клею на кокаине обещают какой-то порнофильм показать нет это прибора не в ту не в ту розетку не то воткнул вот это да это даже страшном эротическом сне не это не приснишь тогда вот я беру и вот так я тебе понял будет приз зрителям если скажут как такое сделать электрический здравствуйте глубоко уважаемый любитель любых видов спорта я в гостях у бенуса он делает планер и семья его его это терпит вообще их надо при причислить кику святых здесь здесь нельзя как нельзя потому что каждый вечер папа теряется вот в этой мастерской ну ты мастерскую это покажи хоть как гараж это сарай какой там сарай сарай 1 2 3 и гей вот это все что мы там чинили я просто так бросил все вот видишь какой сальто у меня есть модель модель с этим мотором слушай сальто скажу за мотор нифига себе вот это классная штука где-то такой взял купил а планер это где в мастерской а это это сарай сарай в сарай есть мотоцикл вот там там тоже сарай да ладно сарай друзья вы все помните в каком ужаса ужасном состоянии была мастерская бенуса до в прошлый раз но с тех пор прошло много времени и посмотрите вуаля пол а запах о какой запах как в моей модельной лаборатории вот оно счастье я готов тут жить я готов и вот вот если вы если вы хотите сказать ну как бы если вы подумали бы волков токсикоман да вот такое я готов нюхать это и молит но жаль что недолго нет не ну подожди ну ты про про ветер сейчас просто да все и счастье счастье улетучится которая сейчас здесь есть вот так друзья так и улетучивается вот видите дверь открыл все вот то что пахло вкусно потихонечку отсюда улетает но выглядит и лично бенус расскажи нам что-нибудь еще рано мне все расскажу секретов нет пытаюсь сделать рекорд как можно быстрее навести порядок что было высоко культурно но у тебя все равно уже ничего не получится то что низкокультурное все твоему засняли уже но хорошо хорошо друзья ровно давайте я бенус бенус пусть делает все высококультурно а я буду трогать речки блин как же все красиво кстати вот такая но это же все на клее таком черненьком красивеньком и пахнет я к сожалению не могу вам передать этот запах хоть бенус открыл дверь но до сих пор запах возбуждает меня до глубины души своей рассказывай ну что ж это планера техника с 1 1 плане рожки не со он как и копия планера немецкого планера rg зеуглинг он много чего переделал и настоящая задача была как все повторить он поменял крыло там фюзеляж всякие мелочи пробую найти как все здесь было теперь вот решаю проблему подкосы подкосы очень длинные длина где-то было написано 3 метра 30 сантиметров и толщина только 30 миллиметров и вот заготовки но здесь пару миллиметров не хватает и видите нет вообще устойчивости ну она такая вот это просто сложится да если я сделаю этот скажем ну профиль из этой доски он еще меньше будет вот так теперь решаю проблему взял планер аналог это голл зертауфель вот чертежи и буду делать такой толстый вариант да буду делать такой же подкос вот эта доска понятно волокна так волокна сяк ну да 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 доска идет вертикально и будет такие маленькие нервюры обтянута фанеры будет вот такой подкос он будет легче и прочнее а куда что куда-то денешь это эту красоту ой и нет из 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 ней буду делать вот этот друзья посмотрите просто вот это речки речки речка красиво скло склеены то есть на это посмотришь уже у сердце радуется я чуть чуть не разбил все это дело кривые лапы волчьи да некоторые некоторые детали вот оттянутый а ты уже обтянул даже да это мой это без лака пока прозрачненько и вот вот так выглядит он выглядит кривой потому что задние нервюры профиль идет на минус чтобы было эти анти штопорные характеристики характеристики но лучше слушай ну прям действительно и ты прям кривизну эту задавал сам да да а чем-то крутил подкладывал к брусочек там еще нет это просто на лонжероне вот так склеилось у вас огонь там стабилизатор как же это пахнет вкусно друзья вы даже не придет вы половину в ролике теряется половину кайфа в данном случае это прямом следоваться смысле этого слова барабан уже с лаком да ой красота лёгенькое такое киперка дай я потрогаю по весу и чтоб такое ой подожди стоит держи держи я щас уронил я же не могу зажать я вот за фанеру зажму о носом подкну но так-то так-то легенькая друзья так-то я здесь держу но чуть было дырку не проткнул как братина в этом без шансов нет что ты хочешь конечно если я возьму за ткань ты не проткнул дырку но я не буду пробовать дай я немножко потрогаю капельку не согласен да ну даже если сжать чувствуется упругость прилично можешь ходить здесь ходить ладно не буду я проверять я обедаться конечно верю он меня еще ни разу жизни не обманывал но только с этой ленты какой а то что он сказал что ленту я не порву да я порвал ее зубами да ну я же тоже могу что-то дурацкая друзья дурацкая это про ленту история мы сейчас мой планер ремонтировали бенос детали где трется крыло когда монтируется на фюзеляж наклеил на него какой-то у них не углепластиковое стекло там что-то там какую-то там ленту которая там вот просто в огне не горит и в воде не тонет и не взрывается не не рвется играет так как не прорвешь жизни я попробовал лапами не порвал а потом взял зубом так и порвал так что могу так ну давай уже работайте а то что мы тут это все я тебе так отвлеку от всего и ты не закончишь проект друзья для чего делается этот планер для того чтобы летать сейчас будет слет в ниде ге 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 гурнобэйби 2б мидо 22 лету лепос 9-8 дина шиуриньс папаудимейс лидос ландимо мокингвоз фестивалис и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Е-е-е, бэйби, е-е-е! А че ты дели себе? Как же все изящненько, посмотрите, какие нервюрки. Смотришь, нет, нервюрка. Тряпочка обтянется, приклеится уже не будет так вихляться, потому что будет к тряпочке приклеено. А так она жесткая. И так жесткая, и так форма, все. Пришьем. Пришьем, да. А это прям пришивается? Да, нежная сторона. Нежная, а верхняя она все равно, понятно. Потому что профиль такой и может отслеить. Профиль посмотрим, друзья. Вот, сейчас вам профиль покажу. Видите, пяу. Профиль тащит. Ой-ой-ой-ой! Поехало все куда-то, Бенес. Сломал? Нет, еще не сломал, но куда-то все попыталось поехать. Помогите. Я держу пока крепко. А, ну вроде как все держится. Давай, я отойду. Друзья, вот так видите. Пойдешь... Ой, черт. Сейчас я Бенесу все сломаю в мастерской. На этом все и закончится. Пришел в... Как это? Слон посудной лавки. Вот так надо нажимать. Все. Бенес, ты работай, на меня не обращай внимания. Я буду подальше от планера ходить. Да нет, просто осторожно. Потому что он держится только, знаешь, крылот. Я же не знал. Я думал, что стоит крепко. Нет, нет, нет. Стапели, все зажато. Нет, нет. Вчера я размеры взял, чтобы знать. Подкос? Подкос, какая длина. Друзья, видите, как, собственно, сама идея, что это крыло к фюзеляжу крепится шарнирно. То есть вот шарнир один. Я теоретически знаю, какая длина, но нужно было... Ну, понятно. Примерить, примерить в практике. В каких случаях. Это два шарнира, а дальше существует подкос, который так, чун, соединяется с нижней частью фюзеляжа. И получается силовой треугольник, на котором держится крыло. И подкос должен быть достаточно крепкий. Знаешь, какая самая-самая трудная работа? Подкос? Нет. Найти инструменты на земле. О, логично. Нет, нормально я в таком бардаке не работаю. Да вру я работаю. Да вру я. Ну, мы же знаем, что все мы в таком... Вы, друзья, моего гаража не видели, где я лебедки делал. Там я мог разобраться в этом все только сам. Вот. И то. Я прекрасно знал, где что лежит. Но однажды моя жена решила навести там порядок. И это, конечно, было сродни катастрофе. Порядок был только... Ну, она знала как, я-то нет. Видите, как обеспечивается жесткость в крыле диагональная? То есть стоят тросики натянутые. И сейчас это крыло, грубо говоря, вот так гулять не может. Вот так гулять не может. Видите, диагональные тросики держат это все. На планирах Антонова тросиков не было, была лента фанеры. Ну, кстати, идея с тросиком, мне кажется, более рациональная. Да, Бенас? Да, но эти тросики только держат, чтобы лонжероны вот так... Да, да, диагональные. Так вот, как я берег. В планирах Антонова были такие ленты. А если возьмешь без подкосов это крыло, оно будет очень мякое. Ты, Бенас, на меня даже не смотри. Я покажу маленький секрет. Что меня нет? Думай, что меня нет. Если только начнет все падать, тогда думай, что и есть. Расскажи, пожалуйста. Как заклеить эту кромку? Ну как, ты берешь и, наверное, пришпокиваешь ее вот этими скобами. Ну, как сделать натяжку? Как натяжку сделать? Да. Намочить водой? Нет. Намочить водой тоже надо. Вот. На фанеру, эту фанеру, на носок. Носок, правильно сказать? Носик, да. Носик, да. Берем чуть-чуть побольше, чтобы было вот такой, как этот называется, чтобы... Крайшик такой. Крайшик, да. Вот. И берем вот такие деревяшки. И она вот такая конусная. Трапециевидная, скажем так. Да, да, трапециевидная. И мы его клепаем с этими... Ну, такими заклепками. Ну, понятно, да. Скобами. Скобами, да. И вот... Давай я буду держать, дальше ты будешь показывать. Вот. И когда клеим, мы будем это делать сейчас. Это вот так пережимается и... И натягивай тем самым фанеру? Да. Ого-го. Да. А пережимается ты это лапой как-то делаешь? Да, просто струбциной или... Охренеть. И все. Даже можно перебор сделать вот как здесь. Слушай, а смотри, вот здесь ямка небольшая. Это нормально? Это перебор. Как это перебор? А, слишком сильно? Слишком сильно. А что ты будешь делать? Ничего. Так я оставлю. Ты скажешь, что это брак теперь? Нет, нет, нет. Это вернется на свое место. Когда будет покрываться лаком, это сработает как... Будет как на ткани. А, понятно. Компенсация там то туда потянется, то сюда потянется. Да, да, да. Ну да, друзья, видно, что вот здесь вот раз, а здесь такая ямка. Это было то же самое. Ну вот. А ты... Это справляется. Ну потихонечку, да. Ну красиво, слушай. Я прям в восторге. А то ты уже сделал крыло, да? А потом этот удаляем. И многие спрашивают, чем пилит фанеру, как детали. О, в канцелярский нож. Да. Инструмент номер один. То есть, а ты вот просто отрываешь, даже не пиля, или уже подпилил ты? Да, 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 да. Подпилил. А, подпилил снизу, да? Да, да. И смотрите, лаз и оторвал. И вот, то есть, ну, блин, надо сначала сделать такой брусочек. Ну да. Бенас, а брусочки одноразовые, или ты потом их еще раз используешь? Если не хватит, тогда беру... То есть, ты их нафигачил уже много сразу, да? Да, 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 да. Нифига себе. А нельзя было вот так в день, типа, три клеишь, три делаешь? Или так дольше получается? Не играю. Ладно. Я бы, например, как инженер бы сказал бы, так, делаем шесть брусочков. Отработали, потом отодрали. Ну, правда, такой клей, что хрен, что, отдерешь, наверное. Что, наверное, да, бенас прав, геморрой больше. А здесь это месточка, видите? И вынимаются скобочки вот эти. Слушай, ну а как это делали давным-давно, когда... Гвоздями. Гвоздями? А гвозди потом вынимали или оставляли? Оставляли. Ага. Тоненькие гвоздички. Ну, если их забивали через это дерево, тогда, конечно, еще мне... Вынимали? Вынимали, да. А, понятно. Но если где-то они ставались не через дерево внутри, то их просто заставляли и не парили. И там сразу гнет дерево. Где гвоздь, да? Да. То есть контакт. Дерево берет влагу, наверное, как-нибудь там вокруг, там грибочки всякие, херочки. Понятно. Видите, друзья, деревянный планер – это, в общем-то, искусство. Но как он пахнет? Ой, чуть-чуть опять не упало все. Меня даже за помощь в работе обещали кормить вечером. Да? Я так думаю. Так как мы с Бенесом заняли первое и второе место, то мы сегодня вообще молодцы, да, Бенес? Ну да. Да, на таком ветре, как сегодня, это уж точно мы победители. Некоторые вон на бланиках не смогли сделать то, что мы смогли сделать. Я даже с Гандикапом с вами что-то сделал. Ну да. Я что, думал, Гандикап – этот приговор о смерти? Оказалось, что нет. Нет. В такой ветер нет. В такой ветер нет. Вот этот вот знаменитый клей, ригзоциноль. Ригзоциноль, да. Который хороший, крепкий, гневика. То есть, заклеил таким клеем и забыл. Ну, Бенес, а у тебя тут, смотри, не отколупалось. А? А что ты будешь делать? Что? Ну вот, вот эти вот штуки. Лапой вытягивать? Нет. Ну, ряплес. А, понятно. Закогубцами. Да. Хорошо. Плоскогубцами. Ну, или криво зубцами. Да. Я пока не буду все вынимать. Мне нужно приклеить этих как можно больше. Угу. У меня еще уже… А потом можно дальше уже. Да, да, да. Слушай, а тут, получается, нервюры на сужение дальше как-то идут, да? Да. То есть, все нервюры идут одинаковые, а в конце крыла все немножко по-другому, я вижу. Эти выгибы получились еще, потому что вот я когда согнул, оставил на долгое время. Панеру? Да, панеру. А, она пошла волной. Да, да. Сколько рейчик. Бенас, а как ты эти рейки гнешь? Тоже с этой горячей водой. То есть водой, мочишь водой и… И паром. Паром? Паром. У меня есть такой аппарат, который… Ну, там пар идет. Видите, друзья, сейчас мы никуда не спешим, и вы можете конструкцию одного планера унюхать просто до полного унюха. Смотри, нервюра, видимо, силовая. Тут подкос, что ли? Да, Бенас? Нет, подкос здесь. А вот эта почему силовая такая? Потому что растяжки идут между этими силами. А, понятно. Видите, нервюра из рейчик, но еще обклеена фанерой. То есть прям чувствуется, что такая… И вот так вот надо приготавливать фанеру, чтобы места, которые будут, ну… Стыковаться? Не стыковаться, а открыты, скажем так, чтобы они были покрыты лаком. А, понятно. То есть это лаком покрыто, а это место, где будет клей, и, соответственно, ты его лаком не покрываешь. Но изнутри уже лак… А, ну потому что… Нанесен, да. Потому что ты замкнешь контур, и лак… О, ни хрена, бель, как круто. Бенас так и не знал. Видите, друзья, вы говорите, дерево составится. Если делать как Бенас, то хрен чего составится. Переживет и, в общем, всех, надеюсь. Да, да, бывает. В хорошем смысле этого слова. Мы будем жить лет сто, этот планер лет двести. Надеемся. Потому что это же теперь не как в старом веке. Теперь будет хранить, надеюсь, любовью. Не будет таких? Ну, вот, например, эти немецкие планера. Они делались на лет десять, скажем так. Но они делались хорошо. И, ну вот, хорошие примеры. Они держат… До сих пор летают? Да, до сих пор летают. Хочешь? Ну, я имел в виду, если будешь делать хорошо, получится надолго. Друзья, это вот очень основополагающий принцип, не знаю, качественное отношение к жизни, потому что в свое время я те же лебедки делал. И думал, ну, надо сделать лебедку, пускай она хотя бы лет десять проработает. Я для этого там и антикоррозионные покрытия делал, и там то, и с запасом этой, где хочешь вроде как можно сэкономить, поставишь что-то получше. Как результат, родился сейчас, родилась фраза «Куплю лебедку волкова дорого». О, это вот я горжусь этим. И сейчас охота идет за лебедками, которые я делал, потому что они работают, и я уверен, работать будут еще долгие годы. Это результат некого отношения к жизни, то есть сделать что-то хорошо, качественно, как Бенес. Да. Сейчас мне интересно, как он будет намазывать все это клеем. Это не скоро еще. Не скоро? Нет. Черт, я-то думал, что уже прям агигей. Надо подготовиться. Вообще-то занимает подготовка. Время не сам. Ну, мазать клеем там и пару минут. Мы можем тогда остановить пока видео, чтобы батарейки и память осталось. Или у тебя есть что-нибудь особенное показать пока? Ну вот, сейчас подготовлю этот край на ус. Ага. Как это я делаю. 1 к 10, да? Панера. А, 1 к 20, миллиметр фанера нужно 2 сантиметра расстояния. Это фанера 0,8. Да. Ну, почти миллиметр. И так получается я, ну, там 1 к 20. 1 к 20. То есть сейчас этот нужно будет сошлифовать на угол и там сошлифовать на угол. И когда склеится, получится, как будто это вообще не видно, что склеилось. И, соответственно, можно гнать вот так вот из таких кусочков, из таких листочков фанеры дальше и дальше. То есть вы не думаете, что все это склеено из одного куска, а это кусочки. Друзья, пока Бенас мужественно работает, некоторые несознательные личности, вот там сидели, вот посмотрите, видите, там где детские грибочки. Ну, а мы еще не опоздали, мы можем посмотреть, чтобы мы отмечали победу на соревнованиях, первое и не последнее место, вот. И можем посмотреть, что Бенас приклеил. Бенас, как же ты, а ты еще будешь клеить? А, пока не знаю. Ну, вот так вот. Вот теперь что, что теперь сделать, чтобы посмотреть, как он, ну, понятно, что он намазал, расскажи Бенас, что ты делал. Ну, вот, намазал и поставил. И приклеил, да? Ну, вы все видели подготовители работы. Друзья, ну, простите ради бога, у меня, что я не успел он все это заснять, потому что, потому что бес попутал. Вот. Оп. Полка лонжерона. Пахнет вкусно этим клеем. Вот вы можете посмотреть, как клей наружу выходит. Бенас, клея не жалеет, судя по всему, да, Бенас? Нет, нет, не надо жалеть. Клея надо не жалеть. Собственно, все это держится на клее. И вот сейчас он поставил вот эти полочки. Дальше он струбцинками нажал. И струбцинки натянули эту фанеру, видите? Фанера каждой нервюре притянулась. Как? Благополучно. И застывает. Ой, я в клею в лес. Вот, друзья, вот можете посмотреть, как на лапе. Через Казгердеевс. Пахнет какой-то больницей. Что мы будем делать с Сарнасом? В каком случае? Ну, он нагадил на твое видео в прошлом раз. Ну, помнишь, когда дети смотрят наш канал? Так получилось, что его не слышно. Да, а сейчас он в мой микрофон. Что сказал? Очень нехорошо. Я его запикаю. Частушку такую. Частушку? Да. Вот так. Ну, ладно. Два микрофона, две частушки. Мы запикаем его. Запикаем его. И сделаем ему замечание, чтобы он так больше себя не вел. Потому что высококультурные планиристы, а тем более совладельцы планера Слинзби, должны быть очень, можно сказать, высококультурными. Вот, смотрите, друзья, Бена сейчас пришмякивает ленточку. Оп. Бен, зачем эта ленточка? Расскажи. Ну, натяжка идет вот на полке, скажем, лонжерона. А по нервюрам нет? Да, по нервюрам нет. Так надо прижимать. А, то есть ты прихрюпаешь, и, соответственно, они притянутся там, а дальше ты отдерешь, и все будет хорошо. Да, да, ну, логично. А подрезать будешь? Да. А, отломал. Ну, понятно. Так бы я, наверное, тоже мог отломать. Давайте, друзья, вот, ну, не буду трогать клей. Видите, Бена с клеем не жалеет. Как это, евреи не зовите заварки. Основное правило конструктора деревянных планиров. Прямо, смотрите, как деломастер боится. Чпук. Ну, я считаю, что мы ничего не потеряли, друзья. Ну, чтобы вы там посмотрели, как он мажет этот клеем лонжерон. Фу, лонжерон нервюра. Что вы клея не видели. Зато сейчас смотрите, как, знаете, как быстро получилось, монтаж. То есть мы вышли, зашли, уже все готово. Только Бенас долго тут был. Во всем Мардас виноват. Он пришел и меня отвлек. Ну, подожди, ну, подожди, ну, смотри, разве я могу сказать, что я в чем-то виноват? Нет, ну, какой нормальный человек такой скажет. Поэтому Бенас, слушай, он сейчас по башке нам даст пистолетом и все. В конце, слушай, в конце концов, ну, вот, кстати, да, вот я считаю, Бенас, ты мог бы, мог бы позвать, кстати, да. Я сидел, я думал, сейчас Бенас выйдет и скажет, я готов, же свепре, по-французски, я готов, же свепре, можешь выучить. Жесвепре, да. Он еще не готов. Вот. А я сейчас вам покажу. У нас сегодня на брифинге даже было это, я сейчас вам покажу. Очень, очень удачно и весело. Я, друзья, хочу сказать, что это же может один человек настолько стать знаменитым одной дурацкой фразой. Кинозвезда, да. Это же, типа, главное, что это в инфопространстве останется на века. То есть вот, наверное, это не так. Как это можно? Бывает так, вот, берет человек и, извиняюсь за выражение, обосрался. Ну, кто этого не делал в жизни, особенно в детстве. Вот тут, можно сказать, в здравом возрасте. Чпок и все. И всемирная известность. Да. Я вижу, Бенас смотрит на следующий сектор и думает, пошел бы ли он на завтра. Да. Бенас, ну мы тебя подождем, если что. Собственно, мы даже можем что-нибудь намазать. Нет, не буду. Правильно. Не буду. Оставлю на другой день, потому что это как-то... Слушай, ну ты вот здесь все зачистил на ус, да? Да. А смотри, а почему это торчит немножко? Потому что на ус идет... Внутренний. Не-не-не, да, только... А-а-а, я понял, то есть это ты сошлифуешь красивенько. Да-да-да-да. Ну, в принципе, можно посмотреть на другом крыле, как получится. Там уже все сделано. Ага. Сейчас, друзья, мы сделаем монтаж. Мне нравится, знаешь, что здесь? Сиденье. То есть оно такое... А кто придумал эту форму, Бенас? А? Кто придумал форму сиденья такую красивую? Нашел чертежи и формы. Ну, там тоже это сиденье менялось, там много раз, там... Выглядит оно, понимаешь, вот оно... Вот прям вот я чувствую, как сел на него и полетел. Лак вкусный. Ну-ка, где здесь на ус что-нибудь? Вот, ну-ка. Вот здесь. А, ну да, вот оно. Ну, соединение между лесами, листами вот там. Видите, друзья, в ноль выведено. То есть и все, красивенькая фанера получается между собой аккуратненько склеилась. Да. Это уже крыло полностью готовое. Можно ли сделать планер самому? Можно. Если руки не с жопы растут. Не с... И с правильного места растут. Мне уж, простите, достаточно прямолинейно. А с другой стороны, ну как? А как еще подсказать по-другому? Бывают люди, у которых растут руки из правильного места. А бывает у которых... Я, честно говоря, сам не знаю, откуда у меня. Потому что периодически я думаю, что я такой вообще молодец. Ну, если такие лебедки делаешь... А иногда что-нибудь там сделаешь и думаешь, ну и рукожоп. Не-нет, если такие лебедки делаешь... Ну, знаешь, это как случайно... Можно всегда сказать, случайно... 38 лебедок случайно получились. Не-не, так не бывает. Ну, я тоже хочу верить. Я очень переживаю, друзья, что Бенас, когда осенью я к нему приеду, начну... Как это... Реставрировать планер SF-38, что он скажет, что Волков, не годишься ты в подмастерье. Таких, как ты, нужно... Я все равно так скажу... Продавцами в магазин... Несмотря на то, что ты будешь делать все хорошо. Нет, я считаю... Со мной просто трудно работать. Не-не-не, я вот за жесткую конструктивную критику. Потому что... Это путь к высшему качеству. Все остальное это так. Нужно говорить тяжелую, но правду. Но, кстати, нужно 10 раз ругать, 1 раз хвалить. Хоть один маленький такой, вот в конце дня так ты говоришь... Ну ладно, вот эту маленькую хрень ты сделал... Ты думаешь... Вот я всегда так делаю, иногда, когда... Особенно, когда мы делали лебедки. Делаешь, делаешь, потом так... Говоришь, ну ладно, вот это все плохо, а вот это хорошо. И все. Ну, в конце концов, на самом деле, все, что было плохо, тоже получалось хорошо. Просто никто этого не видел. Ну, того, что было плохо. Хорошее качество? 39 львота. 39. Первый раз я не видел цифру. Ну, вот так вот. Такая была у меня тяжелая жизнь. Теперь посмотрите на меня, как здоров и весел я. Друзья, только буквально 3 года назад я выкашлял из легких все опилки, которые накопил за жизнь. Ну, кстати, не до конца, потому что все равно кашляю. Это, наверное, уже все до самой этой шпилеоткарнации. Увы, гараж это такая штука. Болгарка, сварка, абразив, бенос. О, бенос, опилки деревянные. Деревянные опилки не так страшно? Нет, я тоже начинал с лебедок. Я тоже делал много. Лебедки делал, потом что-то мотоциклы делал. Вообще-то я был конкурентом Жени. Да, он валькиникой учил, а я в камнусе. Во. Да. Я тоже делал лебедки. Вот. Так что абразив, одна половина абразив, а в другой... Деревяшки. Деревяшки. Ну, первая половина у меня уже есть, это абразив металлический, а деревяшки, перспективки... Дорастешь, это нормально. Дорасту, да. Мне тут обещают какой-то порнофильм показать. Нет, это прибор. Сначала в розетку, пожалуйста. Сначала воткнуть надо. Да. Ну-ка, показывай. Три, два, один, запуск. Не работает. Не то. Не то жмешь. Не в ту розетку. Не то воткнул. Друзья, меньше надо пить пива. Во. Вот это да. Это даже в страшном эротическом сне не приснишь. Размер побольше. Вот размер имеет значение. Слушайте, ну какой-то ужас. Мне кажется, очень жесткая штука должна быть. Бен, зачем тебе это? Давай я покажу, потому что уже порнофильм получился. Порнофильм получился. Когда надо сделать внутри этот радиус, не радиус, а на радиусе... Утеньшение? Нет, этот наус. Ну тогда вот я и беру, и вот так делаю. А-а-а. Я тебе понял. Когда есть плоскость... Проще, да? Да, я с другим инструментом делаю. С каким? А-а-а. Сейчас вы все секреты Бенеса узнаете. Ну я покажу. С помощью нашей... Ну вот такая хрень. Пневма, да? Да, пневма. Пневма, а не электро. А-а-а. Будет приз зрителям, если скажут, как такое сделать электрический. Да. А я хотел спросить... А зубовраченный аппарат не подойдет? А-а-а. Нет, мощности не хватит. Угу. Вот он. Слушай, ну маленькая классная тоже хрень. Да, ну только нужно компрессор. Я тоже не спрашиваю, почему она электрическая. Ну такая, к ней какая-то маленькая классная хрень, и нужна такая большая хрень. Как же пахнет этим резинцинолем. Слушайте, ну мне вот эта порда-машина очень понравилась. Я считаю, что это прям... Заберешь Францию? Не-е-е, ну как классно она работает. Она получается и сосет, и качает. А это что? Ну тоже. Ну запускай, давай вместе. Снимать так снимать. Вау! Что-то наподобие пальца. Ну да. Можно берет... Слушай, ну этим... Я считаю, что этим... Этим можно пытать. Да. Боюсь я, друзья, что спокойной ночи, малыши, это не по... Как это? Доктор зло, посмотрите! Доктор зло! Бенас, вот смотри, вот в прошлый раз пришел, плакали наши спокойной ночи, малыши. И сейчас. Ну, Бенас, что у тебя еще интересное есть? Что у тебя еще есть? Да. А я сейчас вам покажу. А я сейчас покажу, да. Это продается только в Англии. Ну да. Крутится на... Там два года жил. Друзья, друзья, я читаю, на этой опстимистичной ноте нужно заканчивать это видео. Потому что... Или что? Бенас, что-то ты еще хочешь сказать? Кокс? Нет, это... Да. Утвердитель... О, кофе. Что это такое? Да-да. Микросфера? Нет-нет-нет. Чего? Да-да. Что-то наподобие клея, но только без... Да, это мой секрет. Я клею на кокаине. Слушай, если... На кокаине. Капу, кокаине. На кокаине, да. Да шучу я, шучу. Надо юмористическую передачу снимать, похоже, начинать. Потому что сегодня уже, я вижу, не поработано. Да, уже работать невозможно. Мы пошли чем-нибудь более веселым заниматься. Бенас, ты занял сегодня второе место. Да. Вот. Бенас, поздравляйте, пожалуйста, вот, с успехом. Потому что, представляете, как он старался сегодня и как ему было тяжело против ветра 27 км в час воевать. Вот. А планер, на котором можно было занять первое место, он продал мне. Ну, в смысле, нашел мне. Поэтому я считаю, что это первое место тоже его. Вот он занял и первое, и второе. А я так этой болванкой валялся там в этом плане. Ну, главное, хорошо полетали. Понимаешь, ты мне что-то уже... А как ты на счет прибора? Ты на приборе. Я вам покажу, да. Я вам покажу. Как включается. Да, включается. До новых встреч, глубоко уважаемые... Я уже заикаться начинаю. Второй дубль. Да. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. До свидания. Все, хватит.